Даже если эксперименты ни к чему не ведут, эксперимент важен ради эксперимента. На этом и стоим, старик. Ну давай тогда начнём, раз уже опаздываю. Всем привет, вы видите и слышите с Альберточа и Стефаныча. А значит в эфире почти интеллектуальное шоу балаболов. Альберт и Стефаныч клевещут, и мы уже начинаем клеветать. Альберточ и Стефаныч клевещут. Интересная неделя была, такие, знаешь, разнообразные всякие события происходили, которые... Ну опять же там Хабаровск бастует, мы с Хабаровском давайте отстаивайте своё право на своего губернатора. Мне, конечно, понравилось, значит, Путин уволил этого предыдущего губернатора с формулировкой утраты доверия. То, что его люди выбрали, да? То есть какое может быть доверие у Путина к губернатору, который выиграл на выборах, как бы демократических? То есть это люди должны решать, есть у них доверие к нему или нет? То есть такое. Проблема вообще, да, проблема вообще доверия к выборам, да, как к таковым. Потому что, к сожалению, вот эти, или к радости, политтехнологии, они дошли до того, что, собственно, каждый человек, который может проплатить хороших пиарщиков, который обладает определенным авторитетом, а авторитет в наших эстрадах – это дело растяжимое, да? Авторитет бывает с плюсом, с минусом, кого любят, потому что боятся, другого любят, потому что уважают. Действительно, как человека. Тут сложная история. Нового молодого человека поставили, все видели его фотографии в бане с Жириновским. Ну, видимо, в бане еще есть другие чуваки у Жириновского, которые тоже могут, собственно, быть губернаторами в Хабаровске. Кстати, новому губернатору ребята послали сообщение, что вещей можешь теплых на Хабаровске в холодную зиму не покупать, ехать тебе скоро, собственно, обратно в Москву, откуда ты приехал. Пусть хабаровские люди разбираются сами. У меня были там знакомые из этого региона, из Хабаровска в частности, из андеграундных различных кругов. Они очень все это интересно рассказывали, как они ездили в близлежащие какие-то районы или города ехать там часа четыре. Это как можно всю территорию Белоруссии проехать. И они когда так налегке рассказывали. Да, была какая-то совершенно невероятная история. Один раз в дверь мне позвонили, связана с Хабаровском. С Хабаровском у меня много историй, я не знаю, с чем это связано. А вот самое последнее, ну как последнее, да, много-много лет назад было. Звонок в дверь квартиры, открывают дверь, стоит какая-то очень странная девушка. И говорит, вы знаете, вам какой-то там, такой-то, такой-то товарищ, куда-то там, Петя, Вася какой-то там, вам писал имейл. Я говорю, вы знаете, я вот, может быть, пропустила, а что случилось? Она говорит, вы знаете, я бы хотела запись вашего там одного проекта получить, потому что он просил его в Хабаровск привезти. Я говорю, а вы что, приехали? Она говорит, да я тут автостопом как-то добралась. Ну такая весьма странная дама, я говорю, вы знаете, говорю, вас как-то на площадке держать, ну и как-то квартиру, это у нас проживало временно с родителями, в очередной раз, да, там, между браками. Я говорю, вы знаете, я вам сейчас запишу, я записал сидером, он говорит, я вам дам вот диск взамен, я везла с Хабаровской. Дает мне такой, знаешь, пакет от сахара, и там диск лежит. Такое, сахара нет там? Я говорю, вы слушайте, не надо, да вы так далеко ехали, я вообще ехала тут к друзьям потусоваться в Минск, я отдал этот диск, она мне всунула все-таки в карман куртки, потому что холодно было на площадке, хорошо была там быстрая скорость, и она уехала, она скрылась. Причем я записал все альбомы этого проекта, потому что мне было не жалко, потому что меня поразила вообще отчаянность, смелость этих людей, потому что расстояние, через которое они перемещаются, невероятное. Другая была история про фестиваль такой, рок-металлический, когда пришел там парень один, да, и он говорит, здрасте, я с Хабаровска. И он босиком почему-то был, да, мы сидели в каком-то баре, мы говорим, да, присаживайся там вот там. Мы поговорили с ним, он говорит, а я вообще татуировщик, я вот тусуюсь, езжу, тогда еще в Советский Союз столько распался, все ездили там с паспортами советскими. А где ты остановился бы, спрашиваю, да я вчера после фестиваля в коляске под лестницей спал. То есть для меня вот такие вот истории, ну это просто невероятные, да, насколько нужно быть безбашенным и в то же время вот преданным делу, заинтересованным человеком. И знаете, вот есть такое христианское, да, будет день, будет и пища, но в это надо верить по-настоящему, да, и не бояться. То есть, и вот эти люди, которых я встречал вот оттуда, они именно были такие, будет день, будет и пища, они получали, они совершенно бескомпромиссно совершали какие-то невероятные поступки. Поэтому, я думаю, хабаровские люди, хабаровчане, не знаю, как правильно называется, к сожалению, они разберутся со своими проблемами и губернатора получат самого, что ни на есть достойного, потому что опыт у них есть. Вот приятно, знаешь, такая какая-то внутренняя свобода в людях действительно чувствуется. То есть, да, там, знаешь, не то, что в СССР, ой, вы знаете, паспорт, а вот там страна распадается, как я доеду обратно, как я проеду, а что я буду есть, а где я остановлюсь, да, я остановился там в коляске, под лестницей, под лестницей. А я спрашиваю, в каком, где этот, говорит, да, тут дом какой-то, а где, да, там утро люди вышли и об воды попросил, где попоили. То есть, да, в самом деле, ну, я не знаю, наверное, это и есть чувство личной свободы, да, личной свободы человека, когда, ну, и бывают такие, наверное, моменты в истории, когда человек не зависит там ни от денег, ни от каких-то там факторов, а он свободен, и свободные люди должны свободных людей избирать себе губернатора. Все не захотят это. Да, хабаровчане, мы, как бы так, с вами за многие километрии, я даже, наверное, ближе к Хабаровску, чем ты сейчас нахожусь. Да. Если так посмотреть. То есть, совершенно, вы совершенно правы, вы имеете право требовать того, что в городе, в вашем городе будет то, как вы хотите, а не как какие-то люди за миллион километров от вас. И, чтобы вы там не делали, мы вас будем поддерживать. Кстати, обратите внимание, что если бы не было этих дурацких границ, скажем, между США и Россией, и Японией, потому что, на самом деле, ну, кого не сдерживают, то, что неужели люди из Владивостока ломанулись все на Аляску, да, это называется, поменял шило на мыло, как говорится. Или все люди из Хабаровска или Владивостока приехали и остались жить в Сан-Франциско. Они приехали с большими деньгами или с маленькими деньгами, отдохнули там, уехали бы к себе на родину. Вот эти границы, придуманные государством, да, этой системой, этой машиной, они совершенно глупы. И, кстати, к вопросу сказал, да они близко находятся. Как бы зажил, не знаю, туристский там, шоу-бизнес, если бы этих границ как таковых не было. Дурацких совершенно. Люди бы просто приезжали, уезжали, но задержался кто-то на месяц, покупался в море. Ну ясно, что там семьи у людей какие-то корни. Для меня противное, что даже вот когда появился интернет, казалось, что именно интернет разрушит границы. И вот я уже несколько лет опять чувствую, что даже интернет это не меняет, потому что IT-компания, онлайн-компания начинает как-то ограничивать свои ресурсы, например, в зависимости от страны. Вот Spotify, ты пользуешься Spotify вообще? Ой, ты знаешь, у меня очень плохое отношение к Spotify. Я чуть, я вообще стараюсь вот эти все собачьи споры грызню не влазить. Вот в Facebook в частности. Недавно возникло между одним старым немецким продюсером и другими людьми совершенно справедливый спор. Когда задали вопрос продюсеру, ты Spotify, вот мы смотрим на Spotify, как ты к этому относишься? Spotify платит, он обкрадывает музыкантов. Я Саша Мюллер его зовут, он участвовал в одном из первых парадов любви во многих фестивалях, кстати, немецких. И я с ним согласен. Я выпускался на его лейбле, мы с ним давно сотрудничали. Для меня лично Spotify, вот обратите внимание, где он возник. Он возник же не в России, не на Украине, не в Беларуси или Молдове. Он возник в самой богатой, одной из самых богатых стран в Европе, в Швеции. И он рассчитан на то, что вообще музыкант получает какие-то вообще не просто копейки, а какие-то вообще центы за то, что люди по всему миру юзают его творчество. При этом он получает даже не гонорар, а он получает какие-то отчисления от каких-то благотворительных бабок. Ну слушайте, ну это, ладно, если бы это изобрели там, не знаю, ну там, в Зимбабве, да, там, или в какой-нибудь очень бедной южноамериканской стране, это придумали шведы. Вот эту вот халтуру, да, развод вот этот, да, музыкантов, которые так ничего там, или творческих людей, которые ничего и так с этого не имеют. Вот Spotify вот тут жирует на этом. Кстати, на Spotify есть очень классная фишка. Ко мне обратился один директор финского такого лейбла, там, директор трех IT-компаний, и мы вошли в заочный спор. Он говорит, что-то у тебя на Spotify мало прослушаний. И он мне скинул пару там ссылочек, да, в том числе на постсоветских музыкантов с постсоветского пространства, у которых там миллионы прослушиваний. Я стал разбираться, человек дотошный, вы уж извините. Оказалось, мне очень многие люди предложили сразу систему накруток в Spotify. То есть ставятся четыре компьютера. Ребята, кто компания занимается, вообще программисты знают. Ставятся боты, да, которые накручивают. То есть эти артисты, многие, реально вообще их вес три грамма. Интересы к их творчеству там 0,5. Вот они накручивают вот эти вот прокрутки, да, Spotify-вские. До поры до времени. Был эксперимент. Один парень там записал три ноты просто, а бы каких. Сделал это как композицию, зарегистрировал на Spotify, накрутил себе невероятное количество прокруток. А потом написал об этом статью. Он так Spotify исследовал, ну, там, программист, человек исследовал интернет-пространство. Кому интересно, это все есть описано. Я не буду, как говорится, что тут люди умные нас слушают. И они могут сами об этом прочитать. То есть я не хочу использовать специально, я принципиально не использую никаких ботов. Ни в Shazam, ни в Spotify, на NidiaZere и на других. Вот сколько людей реально послушали, сколько интересно. Лайкнули или не лайкнули, написали дерьмо это. Но, по крайней мере, их это заинтересовало. Вот столько я и получил. Столько и мое. Это идиллический, романтический, неправильный подход. Из-за этого там, ну, может быть, было бы больше выступлений, более широкие туры, больше рекламы и так далее. Но вот таким дерьмом... Я, кстати, с моему другу врать не буду. В Чехии он проживает. Занимался всякими компьютерными хитростями и хитросплетениями. Я спросил, он сказал, да, слушай, дружище, не в Даркнете ищешь там пацанов, они тебе накрутят там, в общем-то. Кстати, Ютубу это тоже касается. И наши программы, да, мы могли тут накрутить такое количество, то есть с помощью специальных ребят, что мы бы были тут звездами, так сказать, эфира и бог знает чего. Кстати, да не так дорого стоило, да, там, вся как бы музыка стоила там пару штук, там, и глядишь уже как бы в дамках. То же касается многих музыкантов, кстати, немецких музыкантов. Не только там среди них украинцы попадаются там из России или там из других стран постсоветских. Немцы присутствуют, аргентинцы, бразильцы и так далее. Я не хочу говорить, что все 100% накручивают это дело. Но многие из них, в виде их выступления, в виде уровень их продюсирования, в виде уровень их шоу, это безусловно, ну, в чистом виде это развод. Слушай, а смысл накручивать, если Spotify все равно копейки платит, в чем идея? А вот, а идея в том, чтобы хайпануть, понтануться. Сейчас на этом все основано. Ну да. При этом, где в своем резюме ты пишешь, у меня 3 миллиона прослушиваний. На этом основан вообще хайп, на этом основан понт. Да, вот сказать какую-нибудь гадость, да, или глупость, за которую ты не будешь отвечать. Вот это политики мы уже переходим, медленно, но верно, в белорусской. Да? Или сказать, назваться кем-то, кем ты не являешься, на самом деле. Или сказать какие-то слова, за которые ты не отвечаешь. И свалить с этого дела. А остальное пусть расхлебывают другие люди. Нам сразу в комментариях напишут, что так мы же точно такие же. Мы же говорим те слова, за которые мы не отвечаем. Я за свои слова готов всегда ответить. Я говорю то, во что я верю. Чем занимаюсь. И за эти слова я действительно готов отвечать. Собственно, Стефаныч точно такой же и... Так же. То есть, в данном случае, к сожалению, вам приходится верить нам на слово. И мы готовы поэтому и спорить с вами. Мы же записываемся не только для себя. Вы понимаете? Не потому что нам поговорить со Стефанычем не о чем и некогда. Чтобы в комментариях приходили другие люди. И с нами и спорили, и дополняли. Мир же огромен и замечательен. Я тебе извини. Хотел закончить телегу с этим Спотифаем. Да, окончательно. Вот у меня спор состоялся в очередной раз. С близкими достаточно людьми. Они говорят, да слушай, прекрати ты. Уже не будет того времени, когда ты там продавал диски, винил и кассеты. И с этого получал или не получал бабок. И так далее. Спотифай, Дезерт. Вот эти все платформы. Яндекс, которые вообще непонятны. Ютуб, который тоже перечисляет 0,1 миллионную сотую процента. За тяжелый труд выполненный, креативный. Который тоже так же создателей, творцов обкрадывает нагло и бессовестно. Ты уже не будешь это получать. Поэтому смирись, чувак, с этим. Ну вот смотрите. Реально я получаю деньги, допустим, с битпорта. Я реально получаю деньги с Джина Даунлоуд, с Трек Сорса. С Гугла даже, с того же. Я получаю даже деньги с рингтоном. Хотя не заморачиваюсь. Я их там не сижу, не леплю, эти рингтоны, как есть люди. Я их специально вообще не промоутирую, эти рингтоны. Да, но тем не менее. На Ютьюбе что, приятно. Да, можно слепить какую-нибудь там чушь или не чушь. И, в общем-то, такой домашний кинетеатр. В общем-то, посмотрели, не посмотрели и так далее. Более-менее. Но все вот эти конторы, меня поражает, что они созданы. Всегда поражалось созданным в самых богатых странах мира. Да, вот если бы мне сказали, слушай, Стефаныч, вот люди голодают, им нечего жрать. Какая музыка нафиг? Да, вот зачем она нужна? Может, бесплатно дашь? Да я бы записал там миллионы альбомов, бог знает. Книги написал бы, да, и бесплатно бы-то раздавал. Поверьте мне, мне не жалко. Да, или сказали бы, раздавая. Вот у меня часто люди пишут, да, вот с Анголы диджея написали. Там с Конго писал диджей. Написал, мне нравятся там треки. Пришли, пожалуйста. Я ему взял в самом хорошем качестве, 2-4 бита, взял, сюда выслал. Чтобы он играл в Конго или там в Анголе на своих этих дискотеках. Мне не жалко человеком поделиться. Или человек написал там, не знаю, с Никарагуа, с Сальвадора. Да мне не жалко вообще поделиться этим. Я более того, специально вы трансферов высылаю в самом хорошем качестве. Чтоб люди могли поделиться этим, пользоваться. Мне не жалко. Но вот когда люди, которым, извините, которые на этом мало того, что косят капусту, хайпуют, да, и так далее. Ну, это просто, ну, свинство, на мой взгляд. Хотя эти люди воспитаны. Вот если с ним встретиться лицом к лицу и говорить, а давайте, пацаны, это обсудим. Я могу сказать, что они скажут. Они скажут, слушайте, это же капиталистический мир. Это же умение зарабатывать. Ты что там, да? Мы берем процент с благотворительных акций. Да, мы берем. Это нормально. Для них это нормально. Пойми. Вот и все. Ну, я бы еще сказал, что именно в Швеции самая большая популярность у пиратской партии. То есть вот этих ребят, которые вообще против авторских прав выступают. Именно в Швеции она, по-моему, и в парламент прошла, и пиратская бухта там была сделана, тоже в Швеции. То есть это очень такая... Это люди, которые работают на некомпетентности и желании получить что-то бесплатно. В основном это люди глубоко некомпетентные, к сожалению. Недавно чешский представитель пиратской партии, который является одним из, так сказать, представителей пиратской партии в мэрии Праги. Да, он приехал в Белоруссию. И он начал какую-то вообще там туфту разгонять, что в Минске плохой воздух некачественный. Мальчик перед тем, как вообще рассказывать эти сказки, вначале бы посмотрел Евроньюз и вообще европейские прогнозы. Какая степень загрязнения воздуха в Праге. Потому что в Праге вообще люди топят дровами, углем, торфом и так далее. Зимой там вообще нечем дышать. В Минске воздух по европейским, опять же, анализам европейских различных институций, он чище, чем в Праге в несколько раз. И белорусские всячески оппозиционные или вообще там, да не оппозиционные, просто типа альтернативные СМИ эту пургу распечатали везде. Туфту, да, полную, некомпетентную. При этом он говорит, я член партии вот пиратов, и я вот за свободу, за свежий воздух. А, в Беларуси еще оказывается, слушайте, из-за того, что люди в барах курят, воздух очень как бы плохой и некачественный. Так там написано или видно, где люди курят? Ты туда не ходи просто, да, ну вот извините. Что ты прешься, да? А в Праге многие люди употребляют наркотики, а в Праге публичные дома. А в Праге используют малолетних в виде проституток, детей. А в Праге избивают цыган. А в Праге еще много чего. Наш знакомый, который эмигрировал, недавно отказался от чешского гражданства. Он вернулся в Беларусь. Он много чего-то там порассказал. Слушай, давай так. Это про пиратскую партию, да. Скажем так, Чехия действительно в Европе выглядит немного, ну, маргинально, скажем так. Потому что соседняя Польша намного лучше выглядит. И, ну, я уже молчу там про Австрию. Даже Словакия получше выглядит. То есть Чехия... Ну, больше вот про Чехию... Про Чехию вот меня поразило. Белорусские мигранты, да, которые уехали, которые там подложной геройствуют, сидя в Чехии. Нынче, да, там, кричат все на площадь, все бросимся под дубинки ОМОНа и танки ВДВ. Да, ну, чужой задницей, да, как говорится, всегда человек смел. Вот. Вот они написали обращение к Гзэмону, да, с тем, чтобы он обратился к белорусскому... Это президент Чехии, я объясняю. Да, чтобы он потребовал от белорусского правительства прекратить репрессии. Вот это для меня вообще шок. Зэмон друг Путина. Зэмон связан с русскими компаниями и корпорацией. Зачем эта видимость этой деятельности? Ну, они что, не понимают? Они вообще не знают, кто такой Зэмон. Они могут у своих чешских друзей, они живут десятками... Вот меня это поражает, вот эта глупость, либо осознанная глупость. Зачем это делать? Вы Путину напишите, это было бы более действенно, чтобы он поговорил с Александром Григорьевичем. Как научился помпил, успел, надо делать отсутствие дела. То есть, вот, ребята занимаются отсутствием дела только в путь. Итак, у нас 23 минуты выпуска прошло, и только сейчас мы переходим к первой новости, которую я хотел обсудить. У нас будет мало новостей сегодня, у нас будут эмоции, эмоции истерики. Твиттер подвергся одной из крупнейших хакерских атак в своей истории. Вообще, замечательное событие. Хакеры на множестве, на большом множестве официальных твиттер-аккаунтов всяких звезд, политиков, бизнесменов оставили записи о том, что... Ну, там, например, от Билла Гейтса было типа твиттер, что вот, я давно слежу за биткоинами, давайте, если вы мне переведете какую-то сумму вот на этот биткоин-кошелек, то я вам верну в два раза больше того, что вы мне переслали. И вот такое было опубликовано на множестве аккаунтов, провисело, ну, несколько часов провисело в итоге, и тогда только начали разбираться, что же произошло. Тут вообще, конечно, много всего прекрасного. Во-первых, твиттер оказался в итоге не взломан хакерами, вообще современные системы уже довольно... практически невозможно взломать на самом деле. Вот, типа, сесть за компьютер и как там Нео сидел по клавишам Билл. В данном случае была использована социальная инженерия, то есть каким-то образом вышли на сотрудников твиттера, у которых есть доступ к административной панели, и либо у них узнали пароли, либо их подкупили, либо еще как-то, и получили доступ к этой административной панели. Альберточ, вообще, мне кажется, знаешь, Альберточ, у меня ощущение, что один из работников твиттера долгое время пытался вообще продать эти пароли, потому что они никому не были нужны, потому что вся цена этой операции сколько? 125 штук баксов, да, заработали. Это можно, так сказать, ну, не знаю, собрать по Манхэттену бутылки, сдать, и будет тот же результат, да, чем от этой хакерской операции, за которую еще срок могут впаять, да, там какой-то. Можно работать, не знаю, там, сделать пять такси, и в Нью-Йорке работать как бы под левыми аккаунтами, заработать там за пять суток тоже такую же сумму. Ну, то есть, чтобы вы поняли, перевели на эти биткоины, я просто объясню людям, что все вот эти операции биткоиновские, они видны. То есть, вы можете просто видеть, сколько денег на этот кошелек приходит, уходит, и в течение этого времени. И пока не потерли 125 тысяч долларов, мошенники всего лишь заработали. Ну, всего лишь, потому что это действительно, у вас была такая власть, вы могли очень сильно повлиять действительно на общественное мнение, куда-то перенаправить этот трафик людей, чтобы они что-то увидели, что-то сделали. В итоге вы попытались просто украсть деньги, и 125 тысяч долларов, и даже, я не знаю, какой-нибудь захолустный филиал банка, наверное, больше будет иметь, который вы ограбите в Америке. То есть, ну, это, ну, настолько минимальный результат, да. Понимаешь, это гипермаркет в конце дня, понимаешь, и то, может быть, там сумма намного больше, потому что американцы любят всякое говно, о, извините, да, покупать всякие недужные вещи, да, и забивать им дом, да, вот шоппинг. Да, это психическое заболевание, люди много жрут плохой и вредной еды и покупают недужные вещи, вот, для того, чтобы стресс взять. Это со всей любовью к американцам, потому что жизнь очень стрессовая, очень много различных испугов, очень много проблем. И проще приехать-то купить, не знаю, как в известной каком-то юмористическом произведении американском, да, я купил самые необходимые вещи, что 50 микки-маусов резиновых. Да, в принципе, я представил, когда ты купил 50 резиновых микки-маусов, распечатываешь их, ощупываешь, да, и таким образом тактильным снимаешь стресс, да, который у тебя в конце у меня появился. Да, меня микки-маус пугает, честно говоря, никогда не понимал. Ну не знаю, ну не микки-маус, но я не знаю, что тебе нравится, миньоны, я не знаю, есть масса прекрасных героев, наверное, да, которые можно купить. Там резиновые матрасы выдумывать, разрабатывать. Да, у меня вот такая вот свинка есть, я вот с такой свинкой, видишь, тут. О, кстати, я-то думал, что-то у тебя должно быть, у тебя сколько их штук ты приобрел? Одно. Одну, две. Это, кстати, в Икее было, по-моему, за доллар куплено, когда ездили покупать себе мебель тут, хоть какую-то, вот поэтому она тут и тусит со мной. Или, возможно, это он, не знаю, я не проверял на пол, кто это. Да, слушай, да, не будем этого касаться, да, вопросы по редкоррекции. Самое интересное, сейчас Твиттер вовсю паранойт, там же многие знаменитости, когда им вернули, ну как, понимаете, там нельзя вообще сказать, что у них забирали доступ к Твиттеру, там просто эти мошенники воспользовались самой админкой Твиттера, чтобы запостить во многих местах свои сообщения. Так вот, некоторые знаменитости как бы написали, ну раз такая фигня пошла, давайте вы на мой биткоин-кошелек, там на какую-то благотворительность пришлете, а так как там опять, или некоторые просто прикольные всякие сообщения со странными биткоин-кошельками, ну это уже сам, настоящие владельцы аккаунтов сделали. И Твиттер начал их банить тоже, потому что, типа, очень похоже было на ту же мошенническую деятельность. В общем, сейчас в Твиттере там паранойя. Ну тут вот это самое интересное, когда доступ получают... Слушай, это упали, да, кстати, упали, да. Доступ получают именно не потому, что они что-то взломали, а потому, не взломали вот код сайта, а взломали людей, которые этим сайтом пользуются. Ну, в смысле, вот нашли к ним доступ. Ну или как Стефаныч говорит, что эти люди вообще сами хотели эти пароли продать. Но как воспользовались этими, этой возможностью, тоже очень странно. То есть такой, сейчас мир такой немного, вот как ты говоришь, на хайпе. Вот у меня такое ощущение, что это было скорее для хайпа. И потом где-нибудь в резюме эти чуваки пишут, мы взламывали Твиттер, потом куда-нибудь посылают, там, в Аль-Каиду, чтобы их взяли на работу, или какие-то... Не только в Аль-Каиду, если в любые, да, организации, да, там, Красный Октябрь, Колхоз Светлый Путь, или, там, наоборот, Тёмный Путь, это Даркнет, да, Колхоз Тёмный Путь, Тёмный Путь. С председателем Сельсовета Дарт Вейдером. Да, это вообще Дарт Вейдер рулит, да, он с косой еще, знаешь, как смерть. Такая сельскохозяйственная тема, как группа ДЭС, да, ДЭС металлическая. Там у них всегда были какие-то сникосы торчали, да. Я хотел спросить наших зрителей и слушателей, вот если бы у вас была возможность в любом аккаунте Твиттера что угодно написать, вот как бы вы этой возможностью воспользовались? Просто, ну, это в некотором роде одна из самых популярнейших социальных сетей, и это влияние на огромное количество людей одномоментно. Этим, если к этому было подготовиться, то этим можно воспользоваться было очень серьезно. Даже, да, это повлияло, кстати, очень серьезно. Если бы какие-нибудь пришли вот эти анархисты, они могли бы вызвать дофига людей на улице в каком-нибудь из городов. Пока с этим разберешься, а там уже, знаешь, восстание началось. Ты знаешь, это переоценка все-таки влияния Твиттера. Другие сети больше влияют, на мой взгляд, субъективный. Повлияло это на акции Твиттера, да. То есть вообще это была, на мой взгляд, больше не акция, кого-то развести до бабки, биткоины, а вообще сбросить цену за акции, да, Твиттера. Второе, вообще по Твиттеру у меня такое ощущение, что чуваки вообще хотят этот проект закрыть. Да, вообще к нему отношение, вот он существует благодаря Трампу. Вот Трамп это главный фанат Твиттера. Вот помнишь, была сеть такая, MySpace называлась. Говорят, она существует, ее Тимберлейк, или кто-то из этих мальчиков популярных купил, но, как вы уж говорили, его интеллект притек в сеть, поэтому сеть и пиндык достал полный, да, там, кирдык и так далее. Она вообще планировалась как сеть для общения музыкатов, каких-то творческих людей. MySpace'а нету. Кстати, у многих остались аккаунты в этом MySpace'е. Это всегда прикольно наблюдать, это, знаете, такая ретро-сеть. Она, может, и существует. Вот тоже будет и с Твиттером, да, на самом деле Твиттер пережил себя, и вот несколько людей, среди них там Трамп, рыдающий Кенни Уэст, потому что, ну, я не знаю, это, конечно же, эксплуатация психически больных людей с эмоциональными расстройствами, как Кенни Уэст, в предвыборной гонке, ну, я считаю, это извращение. Нужно иметь человечность какую-то, да, гуманизм, о котором очень много любят американцы рассуждать, больного психически человека вообще пытаться использовать в качестве будущего президента, либо который должен создать массовку на будущих выборах. Потому что в США, как в Беларуси, слава богу, в Беларуси даже есть там три кандидата, четыре, а в США их всего всегда два, да, а Кенни Уэст должен это разбавить. Ну, это не так на самом деле, их не два. Не, ну, конечно же, так. Реально, если будем говорить о реальности, у кого есть шансы вообще победить, конечно, это два всегда президента. Вот Кенни Уэст, это такая простая... Старфинале, да. Это в финале два, а перед началом гонки, ну, то есть... Расскажи мне хоть одну предвыборную гонку американскую, когда реально могли победить хотя бы три президента. Никогда. Ну, перед началом демократических праймерис был десяток претендентов, и сначала, перед чем выбрали Байдена, мы же с тобой это обсуждали, как они с тобой соревновались. Ну, то есть это же не... Просто пришел Байден, и какие-то люди сказали, ну, все, Байден пошел. Слушай, в Беларуси любой вообще... В Беларуси были вообще любые маргиналы, подавались в этот раз. То есть там были люди, которых, когда я увидел их, просто их знаю вообще лично, очень близко, давно. Вот. Когда они подались, я понял, что... Видимо, со времен, когда они спали в колясках, да, под лестницей? Нет, нет. Ну, они тогда просто были тусовочниками, да, скажем. У них даже еще этих коллективов не было. А ты про этого из ничья, который чувак, или какой из какой он группы, я уже забыл. Правильно, ты все правильно вспоминаешь, ты его даже знал. Конечно. Пореваешь. Я когда увидел, что он пошел в президенты, думаю, господи. Именно, вот именно он должен идти в президенты. Альбертыч, ты уехал не вовремя. Ты стоял на пороге президентства в Беларуси. И в этот момент какого-то тебя, не знаю, клюнуло, и ты поехал. Нет, в Калифорнии, конечно, теплее. Да, там опаснее, я понимаю, приходится ходить там с оружием, вооружившись. Но, понимаешь, в Беларуси перед тобой было полностью будущее. Ты стоял на пороге президентства. И, кстати, ты намного, ты мог пройти еще дальше. Ты мог даже собрать эти 100 тысяч подписей, придумать какую-нибудь там черную технологию, выставлять там, не знаю, у буфетов, в вокзалах, не знаю, столики, где за 50 грамм люди могли расписаться за выдвижение тебя в кандидаты. Каждый 50 грамм ты мог перевести в 100 тысяч, и ты бы увидел, что там заедное количество ящиков водки ты бы вообще, в общем-то, в хайпе оказался. То есть, ну, ты все это променял, вот это счастье самореализации простой человеческой, политической, да, вот эти эфемерные вызовы дикого запада, да, на ковбоев, индейцев, и прослушивание, понимаешь ли, под пальмами композиции. Ну, кстати, хорошая идея, потому что 50 грамм, я так понимаю, только всего лишь 5000 литров, вполне мог и потянуть, действительно. То есть, 5000 литров, смотри, сколько в одной цистерне литров водки, кстати, вопрос. Я думаю, даже меньше, чем 5000, а хотя, сука, так у бометов вообще. да, вот домашнее задание, посчитай, сколько тебе обошлось бы. Да, вот. У меня был бы, видимо, предвыборный лозунг за раскованную Беларусь, что-нибудь как-нибудь так. Нет, называться, нет, надо гуманистом быть, ты США живешь, ты что-то прекратит, называется, напоим всех, или всем по капле, или в реку по капле беларусу море, но что-нибудь такое, по колено, да, вот море. Всем по капле, беларусь у Минска моря, вот это, наверное. Минска, вот да, тем более ты рядом, недалеко жил, кстати. Так, кстати, как перейдем к специалистам, психическим людям, проблемам с психикой у людей, как раз ты хорошо подвела ткани Уэста к Бритни Спирс. Что ж, это ты подвел, потому что это уже, извини, это клиника, вот как бы Кенни Уэст, это расстройство, а вот это клиника, слушай внимательно. Фанаты думают, что Бритни Спирс 12 лет держат под опекой против ее воли, прямых доказательств нет, но все это выглядит очень-очень странно. И в сети приняло массовый характер движение FreeBritney. Сторонники считают, что Бритни сама подает знаки с просьбой о помощи. И, в общем, народ требует, чтобы Бритни Спирс освободились под опеки. Кто не в курсе, 12 лет назад, или 13, даже лет назад, Бритни Спирс побрилась наголо, у нее были большие психические проблемы на фоне расставания с мужем. А дальше ведь и продолжила, ай-яй-яй-яй, и стыдно-то как. Она побрилась на лосо, и на людях демонстрировала людям, что? Отдельные части тела, которые нельзя демонстрировать на людях, неприлично, в обществе-то, да? Более того, она увлеклась наркоманией, алкоголизмом, и более того, невысокий интеллект, я слушал ее несколько интервью по радио американскому, это, конечно, отдельная история. И она сейчас под опекой находится своего отца. То есть, чтобы вы понимали. При этом она продолжает, вроде как, выступать. У нее было 425 шоу в Лас-Вегасе, по-моему. Согласен, да. Это много. Единственное, последний тур 2019 года, он был отменен по неизвестным причинам, никто об этом не сообщает, но известно, что она в 2019 году опять вложилась в психиатрическую клинику, что она пыталась сесть за руль, что категорически запрещено. Ну, в общем, прямо скажем, мы можем, конечно, что угодно там представлять, что с ней делают родственники, может, они над ней издеваются, по мнению поклонников, но это точно с человеком что-то не очень. Слушай, и требовать выпустить ее, и требовать, ну, кто лучше, то есть, если родственники с ней плохо обращаются, по мнению фанатов, то кто, по-вашему, станет лучше обращаться, или что, выпустить человека психически больного? По моему субъективному мнению, да, присоединяюсь к спирологической теории вообще фанатов, человек, она глубоко психически больной, лечили ли ее от наркотиков, да, в США, кстати, речи многими очень нехорошими способами, не буду их описывать, жесткими очень. Я могу сказать, не, подожди, я еще уточню, что вообще-то в США нету психиатрических домов, так, на минуточку. Вот, вот, да. Я напомню, при Рейгане они все были закрыты, и на улицах очень много тут, тут действительно, вот, практически все бомжи, которые в США на улице, это психически больные люди, так. Поэтому, да, это к вопросу хорошего местонабжения, да, или отсутствия такового. Значит, у нее были проблемы, в США есть частые клиники, где вообще закрыт, если туда попал, и по просьбе родственников хорошей, плюс у нее, вы помните, ей запретили видеться с детьми собственными, да, она пыталась встретиться, вела себя агрессивно, были протоколы из милиции, с полицией, пардон, американской, то есть, человек, как бы, социально опасный, а при этом, она является станком по зарабатыванию баблища, да, это любимая американская тема. Ты работаешь же, а деньги, как бы, текут. Та же, это, если, вот, это уже в миллионный раз, вот смотрите, да, несчастный, до этого был Майкл Джексон, помните, его заюзали настолько, что когда его вскрытие делал врач, да, такой чернокожий, нормальный там мужик, он сказал, он сказал, слушайте, у него было внутренние органы и тело, состояние, будто он в Освенциме был, он был худой, у него кроме препаратов в желудке ничего не было, его держали, чтобы он играл эти, долбил эти долбаные шоу, да, зарабатывал бабки, он просто помер, играя со своим сыном в кровати, да, там, чтобы сберечь силы, чтобы заработать еще бабок. То же самое с Бритни Спирс, она станок по зарабатыванию бабок, никому не мешает, папе, маме, там, дедушке, бабушке, держать ее, выпускать на сцену под присмотром кого-то, и юзость, пока она не сдохнет наконец, да, та же история с Элвисом Пресли, Элвис Пресли выходил с давлением, у него было давление 220-240, его менеджер, там, не помню, как полковник там какой-то, он говорил, что там, да ничего, чувак, давай еще, еще, он был очень полный, он еле двигался, он приходил с кризами, да, в эту гримерку, и в итоге он сдох, помер просто, а потом, там, не знаю, листья от его резиденции, там, трусы и носки продавали за огромные бабки, там, бородавки какие-то, зубы, там, волосы обстрижены, бог знает что. Та же, как бы, история с Бритни Спирс, те интервью, которые даже надавала в лучшие, времена, еще во времена своей юности, как бы, не выдавали в ней какого-то интеллекта, в принципе. А сейчас ее просто юзают, у нее есть какие-то фаны. Почему ее не привезли, не повезли на гастроли? Да потому что это в Европе, в каких-то других странах, когда ее будут перевозить из отеля в отель, когда она будет выходить на какой-то саундчек, если он вообще присутствует, если она не колбасит там, в цинограмму, плюс один, да, и так далее, и тому подобное. Люди увидят, что она находится под контролем, она просто невменяема. Да. Кстати, более такой вариант, когда человек просто, по каким-то личным причинам, довел себя до смерти, но при этом его юзали до последнего момента, это Эми Уайнхаус. Да, гениальная певица английская, у которой были глубокие личные проблемы, связанные с алкоголизмом. Джордж Майкл, который, как сказал там вот недавно, позавчера, да, или на этой неделе, на той неделе вышло интервью Элтона Джона, где он сделал очень много признаний. Кстати, главная была тема, это Джордж Майкл, и он сказал, что, а у него спросили, а с чего он умер? Он сказал, он не хотел жить, он не мог больше жить, поэтому он умер. Да, и там есть рассуждение, там вроде у Элтона Джона рак обнаружили, он там борется с очень тяжелой болезнью, и он рассказывает, что у него там были ясно в очередной раз о своих суицидах, о своих всяких проблемах. Вот Джордж Майкл, его тоже заюзали до такой степени, что он просто помер. Вот это очередной человек, который, я не знаю, сколько у него там здоровья, может, ее там содержит хорошо, кормит, там делают вовремя уколы, потому что, кстати, в США там любой врач, ты знаешь, он транквилизаторы на раз, два, три прописывает. Как в истории с Марлин Монро, помнишь, когда у Марлин Монро там сколько, 40 или 30 банок было с транквилизаторами, каждый врач ей там прописывал, успокоительные. Она там 20 таблеточек выпила, шампанским запил и здравия желаю. А еще больше там товарищи, вот ее, любимого мужчины там помогли, да, который там, известный гуманисты, известный президент Соединенных Штатов Америки. Это Стефанович на Кеннеди намекает. Да, прозрачно. Поэтому здесь вот эта история, мне очень жалко этого человека, потому что, в принципе, она могла успокоиться и за те деньги, которые заработала, остаток жизни, счастливого или несчастливого, провести у бассейна с массажистом, да, не рыдать, как от боли, как Леди Гага, да, глубоко больной человек, но она выступает на этих огромных каблуках, она орет, плачет, да, там стоят массажисты, папа держит за руку, а вокруг куча там менеджеров, пацанов, которые зарабатывают бабло, говорят, давай, давай, давай там, закрытие какого-нибудь бейсбольного чемпионата, ты должна спеть, ее под руки там выводят, и она там между потерями сознания пытается себя что-то выдавить, да, вот этот весь шоу-бизнес, да, вот этот кошмарный, который эксплуатирует, издевается над людьми, мне нравится самый человек, такой сильный, я по-разному отношусь, кстати, было вот на прошлой неделе скандальное ее селфи, это Мадонна, да, человек, который ее сколько давили, сколько душили, она сейчас на костыле, как выглядит человек в возрасте после 50, с таким бэкграундом, с такой жизнью, да, как бы он не выглядел, главное, что она жива хотя бы, да, потому что у нее куча и болезней, и психических, и душевных, и физических, но она как бы стоит, она выстаивает, постарается выстоять в этой бездушной системе капиталистической шоу-бизнеса, и она с этим сотропировалась костылем, и ей еще написали кучу гадостей, хотя большинство людей должны были сказать, слушайте, спасибо, что ты жива, да, как в фильме про Высоцкого, да, спасибо, что живой, вот это из этой оперы. У нас сегодня, кстати, понесло в шоу-бизнес, да, история Бритни Спирс, конечно, очередной, очередной показатель того, что если вы успешны, это еще совершенно не значит, что вы счастливы, и у вас могут, то есть, ну, вы смотрите, что вам важнее, но с другой стороны, вот эти фанаты, это просто, просто трындец, они, они же, они же этого требуют просто себе на потеху, понимаете, то есть, вот это требование выпустить клоуна на улицу, чтобы с него еще иной раз посмеяться, или пополучать какие-то приколюхи, которые он может сотворить на улице, это, ну, так противно, это какой-то новый зоопарк, слава богу, что теперь в этих новых зоопарках на людей смотрят, а не на животных, и, кстати, ты как, ты за закрытие зоопарков, ты любишь зоопарки вообще? За закрытие зоопарков, но я против того, чтобы закончили биологи исследования, то есть, я не хочу, чтобы издевались над животными, но я считаю, что наука идти должна вперед, а зоопарк как способ развлечения людей, как и многие варианты дрессировки животных должны закончиться, есть животные, которые там сотни тысяч, больше, я не историк, честно, лет живут с людьми, это лошади, я вот прекрасно видел, как лошади благотворно влияют на состояние больных людей, детей, инвалидов, психически больных, когда с ними общаются, коты, собаки, они всегда жили с людьми, это очень хорошие наши друзья, прекрасные, которых надо беречь, о которых надо заботиться, не обижать их, но они привыкли с нами жить, но есть животные, которые изначально, они жить должны на свободе, потому что многие, ну, домашние животные, ну, не выживут они, да, коты, конечно, хитрые, я много раз наблюдал, как они в лесах выживают, собаки, одичалые, да, вот они могут выжить, есть животные, но которые не могут выжить, там, попугайчики какие-нибудь, да, и так далее, но огромные животные, о таком животном человеке, который не может выжить среди людей, очередная новость из Америки, и полиция американской веселой, жительница города Кальервилл, штат Теннесси, вызвала полицию, так как ее муж взял ружье и угрожал покончить с собой, полиция приехала и этого чувака застрелила, как, как так получилось, то есть, по идее, когда в подобных случаях звонят в полицию, то высылают специальную группу, которая разговаривает с человеком, пытающимся покончить с собой, всячески его убеждает, в данном случае послали просто обычного офицера полиции, ему даже, видимо, не объяснили, почему его вызвали, офицер по имени Остин Оэкспек потребовал от мужика бросить ружье, направив на него пистолет, и менее чем через 4 секунды застрелил его, вот так. Знаешь, это круто, это сервис просто на дому, да, то есть, в общем-то, ведь смотри, так в Голландии там автаназия, нужно какие-то там разрешения, тут собственно позвонил и получил свое сразу, в США вообще, конечно, это баловство с оружием, я высылал такая статейка была с немецкого журнала по поводу количества перестрелок в Нью-Йорке, да, за прошедшую неделю и выходные, но я не знаю, но я понимаю, что там свобода ношения оружия и так далее, и тому подобное, но собственно, я все-таки за такое, даже если крайняя степень выяснения физическая с помощью кулаков, то реже люди погибают даже с использованием подручных средств, да, древних, это камни, палки и так далее в драке. Ну, бытовое насилие с ножом, извини, даже... Не, я имел в виду не бытовое насилие, я имел в виду выяснение между бандами, 45 человек убитых в Нью-Йорке за прошлые выходные, для меня это, конечно, шок, 45 человек убитых на улицах города за один день, я не знаю, в любой стране вообще цивилизованное такое количество убитых, так это не только Нью-Йорка касается, это реальная статистика, об этом уже пишут ебцы, это страшно, да? Народ засиделся по домам, народ хочет экшена. Я понимаю, но для... Экшен необязательно должен заключаться в том, что люди выходят и расстреливают семьи, которые находятся на пикнике, убивая ребенка одного года, для меня это фашизм, да? Для меня фашизм это когда 22... Когда еще до всех этих коронавирусов, когда вон чувак в Лас-Вегасе, взял автомат, залез на высокое здание и из окна, ну, снял номер, и из окна расстреливал пришедших на концерт, которые там стоят. И это... Конечно, можно говорить о том, что это вопрос свободного ношения оружия, не свободного, кстати, опять же, это миф, что в США оно свободное, это в некотором... И тут тоже много всяких ограничений. Это тоже интересно, потому что в разных штатах по-разному, я просто для примера скажу, что в одних из штат, если у тебя есть оружие, ты обязан его носить скрыто, а в другом штате ты обязан его носить обязательно открыто. То есть у каждого свои по этому поводу мысли есть. А ты пистик себе прикупил, покажи, вот мне интересно. Нет, нет. Про диванский рынок... Ну, я был в этом оружейном магазине, в принципе, за 500-600 долларов красивый пистолет можно купить. Я его не покупаю, просто потому что у меня нету... Грабёшь ли тебе? ...где его хранить, на самом деле. Я беспокоюсь, что до пистолета может тогда добраться кто-то кроме меня, если мне его прятать негде будет. Понимаешь? А просто... 500-600 грабёж! Грабёж среди белой дня! Нет, это красивый! Я помню неплохой браунинг купить. Браунинг! Бери браунинг! Мне всегда с детства дрались браунинги, да, из фильмов о вребён войны там были у офицеров определённой армии пистолет браунинг. Мне всегда он нравился и продавали в детском мире. Пластмассовые правды. Бери браунинг! Я, кстати, в Вене видел, по-моему, 220 евро. Что-то там американцы вообще загнули цену. Грабёж среди белой дня! Можно сказать, грабят трудовое население с такими ценами то на оружие. Могли бы подешевле. Может, какую берданку можно купить? Дело как бы не в оружии, а в умении вообще, в меткости. Обрез! Ты знаешь, как белорусы обрезы? Вчистки зажал, отпилил, так сказать, ножовочкой. Можно, может, и за 100 какой старый купить, как говорится, какую двухстволку-то. Но тут... Под фуфайку и гулять, понимаешь, типа Сан-Франциско. Никто тебе не страшен. Интересно, понимаешь, больше страшно, что нету в США каких-то особых ограничений в плане ментального здоровья. То есть, психически больной человек может купить оружие, слепой может купить оружие, например. Вот это мне больше всего нравится. Хорошая идея последняя. Вот эта идея гениальная. Вообще, стрелять по звуку. Ты прикинь, кто-то шевельнулся где-то и стрелять на звук. А что за дискриминация? Почему слепым нельзя продавать оружие? Вот что это? Дискриминация? Согласен. Детям обязательно. С трех лет я бы продавал и детям. Тогда бы, кстати, проблемы насилия в школе были решены. И в семье. И с родителями. В семье. Кто гранату бросил, понимаешь, суп не понравился, сразу получай, как бы, фашист гранату. Как была советская такая поговорка. Приходит время уже ближе к окончанию. У нас какие-то были темы, я что-то их собирал, но ведь дело не в темах, а дело в удовольствие. Ну, мы можем пройтись по... У нас есть наша рубрика любимая по следам наших публикаций. Например, Собчак выпустил, наконец, свой фильм о схемонахе Сергии, о котором мы уже много раз рассказывали, о том, как она приезжала в этот монастырь, и ее там неласково приняли, мы тоже рассказывали. И в этом... Ну, то есть, вы на ютубе можете посмотреть, на сайте Ксении Собчак, собственно... Я, честно говоря, так, мельком глянул, потому что, ну, тебя не пустили в монастырь, то есть, ты не смогла поговорить с этими людьми, то есть, явно это будут какие-то в основном догадки все-таки идти. Мне это не особо интересно. Там есть супер догадка, вообще. Я вчера, честно, 20 минут я прочитал когда-то, я об этом больше другое не буду комментировать, но здесь не могу держаться. Там есть такая идея, что вообще за всем стоит Владик Сурков, да, и его новый проект Распутин 2.0. Во-первых, слушай, вот это явно конспирологическая телега, но с другой стороны я стал думать, там появились люди с ЛНР, ДНР, да, это проекты тоже Владиковские, вернее, у него проект там назывался «Малорось», он там не один участвовал, там другие пацаны тоже изобретали это дело все, но это тоже постмодернистский, помнишь, в Малоросе, это вообще там у Гоголя, да, то есть это такая придуманная страна, да, вот эти красные паруса, вспомнить, да, там, не знаю, республика Шкит, короче, да, вот здесь как бы республика Малоросе, здесь идея тоже, а на самом деле я вдруг подумал, если это действительно так, то через лет 50-70 искусствоведы вообще, мировые, они должны признать два, двух гениев, да, российского постмодернизма, первый это Павленский, который за счет издевательства своим телом, за счет мазохизма, привлек внимание, и старался и манифестов привлечь внимание вообще к общественной жизни, к корпорациям, к несправедливостям современного мира, и второй за счет создания эфемерных проектов, которые привели к смертям тысяч людей, да, это Сурков, вот это две глобальных вообще фигуры постмодернизма, которые создали, это даже не искусство, это новый вид искусства, это политический фарс, да, это политический перформанс, который является частью как бы современного общества, то есть это гиперлюди, гипермыслители, меня удивило, когда вот в общем-то выставили из администрации, уволили Суркова, он отделался таким очень сухим комментарием, а ведь Сурков создал движение наше, да, он создал очень многие вещи, да, идеологически, это человек очень волевой, человек интеллектуальный, вспомните, он, да, делал тексты группы, там, Агата Кристи писал текст, он написал много книг, это писатель, он не писал тексты группы Агата Кристи, у него был отдельный проект вместе с одним из братьев Самойловых, один из Самойловых, неважно, то есть это на самом деле человек творческий, это еще раз кстати доказывает, почему творческих людей нельзя пускать во власть, вспомните творческих людей, ты только что говорил меня в президенты Беларуси, нет, ты уже как бы с тобой уже отдельный разговор, ты бы кстати садов-то не прошел, но по крайней мере попиарился, вот, открыл бы там в парке технологии пару фирм, заработал своих 3 миллиона, сидел бы там, не знаю, на Бинска Боле в отдельной кабинке, в какой-нибудь доме, кабинке, да, жарил шашлык там и как бы думал о том, куда бы съездить, отдохнуть в следующий раз. Возвращаясь вот к этой персоне Суркова, да, если действительно это постмодернистский проект, обратите внимание, это не искусство, это общественная жизнь, но проблема, что эти проекты у творческих людей ведут к серьезным последствиям, дали штраф этому монаху, вот не дали, как сегодня опубликовали сумму, да, второе, да, в этом участвуют люди, и вот эти постмодернистские проекты, это уже непонятно, где разница, где кончается искусство, где начинается политика, где заканчивается вера, где начинается фарц, это очень интересно, да, это невероятно интересно, если это действительно так, если вот эти кликуши, эти деятели шоу-бизнеса, Собчаковские не соврали, что это действительно Владико новый проект, если бы они объединились с Павленским, они бы, конечно, людям снесли крышу напрочь, да, они бы изменили раз и навсегда вообще современный мир. меня в этой ситуации вообще всегда прикалывает, что какие-то, знаешь, начинается какое-то движение, и это обязательно, вот это чей-то проект, это вот заплатили деньги, это вот обязательно кто-то, вот то есть просто человек, чтобы человек сам свои какие-то идеи продвигал, такого не может быть, это всегда должно быть за деньги, Альбертович, 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 фишка в том, что Павленский свою мошонку к земле ни за какие деньги человек не прибьет, та же похожая фишка с Владиком, да, это по сути последняя, может быть, романтики, да, которые это делают из любви к искусству, скорее, в большей степени, чем из-за бабла, ведь смотри, Владик мог остаться, легко, Сурков, вообще, администрации Вовы Путина, да, он мог быть прихлебателем, он мог, так сказать, подружиться со многими людьми, я не буду выдавать инсайдерскую информацию, на переговорах многие люди очень близкие Путину, да, когда им предлагали работать с Сурковым, они отказывались, просто в открытую, понимаешь, смысл в чем, что он, его считали даже люди питерские, да, пацаны, которые давно Путина знают, со времен еще обучения в университете, они считали вообще Владик опасным человеком, они не хотели идти работать с ним, они говорили, давайте обговорим условия и так далее, не ломились они туда, и в итоге, кстати, вот Владик эту должность и потерял, вот в чем фишка, и вообще, если это действительно такой постмодернизм, но я не знаю, самое высокое развитие тогда он у русских, потому что в других странах, все любят там Бэнкси, есть масса очень талантливых людей, но людей, которые смогли вот это объединить такую политическую, социальную жизнь и, собственно, с каким-то искусством или хотя бы с идеями какими-то из искусства, это, конечно, редкостная, интересная вещь. Ну и финальная, я думаю, новость очень такая, знаешь, расслабляющая. Более половины россиян заявили, что не пьют вино. Был проведен опрос в ЦИОМ, 54% заявили, что ни разу не покупали вино за последний год. В возрасте от 25 до 34 лет эта доля составляет 61%. 46% россиян, соответственно, пьют вино, при этом две трети из них предпочитают красное, треть белое и розовое, потом 1% буквально. А, еще 10% пьют различные вины, не отдавая предпочтения по их цвету. Красное, белое смешиваю во всяком. Мне тут странно, почему вообще был опрос по вину, как будто Россия это самая винно пьющая страна. По-моему, в России всегда предпочитали немножко другие виды алкоголя, собственно, как и в Беларуси. Я могу за себя сказать, что здесь, живя в Калифорнии, я, конечно, только вино и пью. То есть, мне никакой не тяжелый алкоголь не нравится, не пиво. Ну, пиво я никогда не любил вообще. А тут, знаете, когда живешь в винном крае, когда вино дешевое и приятное, оно очень хорошо идет. Многие люди, что в США были, собственно, говорили, что калифорнийское вино, оно очень специфическое, сладкое и тянет на тошноту от него. Нет. Тебе лучше сдать. Нет, вот говорили многие, так сказать, люди, говорят, что, конечно, блюдется с него хорошо. Бог с ним, потому что себя другая. чтобы плевать с него, я не понимаю. Так как вообще? А нашему человеку, понимаешь ли, всегда можно сделать так, чтобы как бы... Я, кстати, недавно был просто в русском магазине и купил грузинского вина, потому что мы в Беларуси, я вот чисто грузинское покупал, оно мне всегда очень нравилось. И после калифорнийского оно уже немножко, знаешь, кажется, ну, не таким прикольным. Я муку за не пил, если что, для сравнения. А в Калифорнии популярен... Надеюсь, что это был оригинальный продукт, без грузинский. Дело в том, что действительно... Это, кстати, похожая ситуация в Беларуси. Вот винные полки не уменьшаются, потому что после некоторых историй со здоровьем, да, я решил тоже, я не знаю, лет 10 пьют только красное вино, так вышло, да. Хотелось бы, конечно, размахнуться, как по-прежнему, да, и войти вот в хорошее, нормальное состояние, здоровое для наших людей. Однако, вот, перебиваясь с красного вида, я тогда крайне редко могу выпить коньяка, совсем немного. Это кошмарно, ужасно, конечно, но я вынужден вот прилюдно в этом сознаться в таком грехе. Вот полки количество уменьшается, да, есть грузинская, молдавская, не принято, к сожалению, пить, плюс Беларуси, как отмечают, опять же, русские продуманные эксперты с огромным алкогольным опытом, в Беларуси невероятно прекрасные, хорошие, почти безопасные, так называемые дешевые вина. На самом деле, это до процентов двадцати разбодяжные такой, краситель какого-то вкуса, яблочного там и так далее. Со спиртом стоит он невероятно дешево, доллар, доллар двадцать, наверное. Я честно не знаю, я такого как бы не пью вещи. За три литра или за литр? За 0,75 называют это люди Чернила, называют это люди там Шмурдяк в Гомеле, в разных городах по-разному. Это для маргиналов такой алкогольный допиток, очень дешевый, но в Беларуси он очень здоровый, никто от него не помирал. То есть, это, грубо говоря, разбодяжная вода с красителем, со спиртом, но с качественным. То есть, к сожалению, в России очень много людей от суррогатов помирает, а вот люди с Питера, с Москвы для интереса пробовали эти напитки, говорили, чтобы, конечно, в России бы несколько миллионов человек сбереглись бы такого качества, как в Беларуси эти чернила были. Но, по крайней мере, люди помирали от химического травления. В Беларуси действительно есть красное вино, оно производится разными фирмами, но вот есть госзаводы. Госзаводы покупают в Молдавии и Грузии оптом, разливают на месте, производят химический анализ, оно, в принципе, совершенно безопасно, назвать его гиперкачественным нельзя, но, с другой стороны, есть явная гарантия того, что, ну, плохо это дело не закончится. В России очень много производителей, плюс там есть санкционка, да, вот, по-моему, я не знаю, русские, как бы, слушатели могут опровергнуть или подтвердить, можно ли у них продавать испанский, итальянский натуральные вина, потому что Белоруссия продает спокойно, вы помните, были санкции на различные товары и так далее. Здесь, как бы, история сложная, и не знаю, но тут дело вкуса, как говорится, хотя, конечно, хотелось, чтобы люди употребляли исключительно напитки здоровые, которые меньше вред приносят, последние исследования показали, алкоголь в небольших количествах крайне полезен, красный видо, в частности, даже вот большинство долгожителей его употребляли в Испании, в Италии, то есть, где сказалось это плохо на продолжительности жизни. это как бы знаменитая наша поговорка, что занад, то не здраво, то есть, просто знайте меру. Вино, в нем ресвератрол имеется, одно из антиоксидантов или наоборот антиоксидантов, наверное, да. Антиоксидантов, да. Что вроде как помогает организму жить дольше. Кстати, обрати внимание, вот все всякие эти алкоголики, они же не умирают от хотел сказать от цирроза печени, как раз от цирроза печени и умирают от цирроза, они как раз от него и умирают. Те, которые вот, знаете, пьют в меру, они довольно долго живут и, скорее всего, в пьяном состоянии попадают под машину, там, вот такое происходит, но не от... На самом деле, да могу сказать, что, первое, конечно, главное, это наследственность, да. Второе, в Беларуси конкретно и в России мужчины живут крайне мало. Я посмотрел, сравнил статистику, сколько в Беларуси мужчин, долгожителей и женщин, но это просто несопоставимо. Многие белорусские мужчины, как и русские, просто не доживают до пенсии. У меня вообще теория, что Беларусь это страна старых женщин, которые просто диктуют свою волю всему другому, всему остальному населению, потому что они выбрали Лукашенко вначале, они за него голосовали, их большинство мужчины, средний возраст белорусских мужчин 60-61 год, то есть вы доживаете до пенсии и умираете все нафиг. То же самое касается в России, я только пробил, то же самое, Россия страна старых женщин. И потом, то есть вы работаете на пенсию старым женщинам и вы умрете, даже не сможешь воспользоваться ею, а старые женщины еще будут лет 20 жить, они будут воспитывать внуков, они будут выбирать тех людей, которые будут вами управлять, они будут занимать места в трамваях, они будут сидеть в очередях в поликлиниках и они будут вам диктовать, как жить. Так что бывший постсоветские страны это страны старых женщин, к сожалению. Это сказал Альбертыч, а я считаю, мы будем делать я буду все, чтобы количество пожилых мужчин увеличивалось, да, по возможности даже мои собственные персоны. спиваясь вы льете воду на мельницу старым женщинам, надо с ними бороться, вы поймите. Вот я хочу, когда я выхожу из подъезда в Беларусь, я бы хотел, чтобы на скамеечках сидели старые детки и на меня так, о, пошел проститут-наркоман. Вот это намного приятнее, чем когда старые женщины сидят и пошла проститутка-наркоманка. А вы видите, как изменилось желание кому нравится после жизни в Соединенных Штатах Альберт и чему хочется нравиться мужикам пожилым. Да, старым мужикам пожилым, а лучше, чтобы они еще были обеспеченными мужиками. А вот на этой высокой ноте изменения мы закончим. Напоминаю, что вы нас можете слушать на всех подкаст-платформах, а не только смотреть на ютюбе. Не забывайте оставлять комментарии, мы их все с удовольствием читаем, отвечаем. Мне вот понравилось, у себя в группе опубликовало наше видео, ты, наверное, этот комментарий не видел, там сразу чувак написал Владимир Поповцев «Отличный наброс говна на вентилятор, молодец, Лешенька кормил свою пасту говнецом». Вот такие комментарии и заставляют нас что-то делать, чтобы люди приходили к нам с добром и писали добрые, позитивные комментарии. Да, не просто не просто насрал на коврик, а вот бросил вентилятор, побольше воображения, креатива. Подумайте, можно зарядить пылесос и включить в обратную, не на всасывание, а на выброс. Тут фантазируйте, понимаете? Future in your hands, как говорят наши американские товарищи. Спасибо, здоровья вам. Бывайте здоровы, живите богато. Пока. Альберт Ильич и Стефаныч клевещут.